Отметить, кружочек, несколько клеток, дайте богу, чтобы у отмеченной звездочкой клетки было бы нечетное число соседей. Соседями считается сама эта клетка, а также близкие по стороне или по углу. А у неотмеченной звездочкой было бы четное число. Не слышал? Что значит богу? Решите, пожалуйста. Придумайте. Система кружочков. Я пока рисую следующие толстки. Можно еще по рису? Конечно. Так, объясняю систему обозначений. Первое число – это номер столбца, где стоит звездочка. А второе – это номер строки. То есть в первом столбце на третьем месте снизу. В первом столбце на втором месте. Во втором столбце на втором месте. Обратите, пожалуйста, внимание. Больше можно и не рисовать толстки размером 3х3. По той простой причине, что есть центральная, есть угловая. И вот эта картинка, она на самом деле, если ее повернуть, обслужит все четыре варианта. И есть средняя на стороне. Поэтому если мы решим эти три задачи, то мы тем самым полностью разберем случай доски 3х3. Вот. Хорошо. А теперь здесь вот полоска из семи клеток. Это тоже вполне себе интересная задача. И звездочка стоит. Дальше другая полоска из семи клеток. Ребята, вот обратите, пожалуйста, внимание, почему наши записи, а надо сказать, что сейчас довольно много уже выложено всего, в том числе там даже для старших появилась форма изображательной штуки, а именно для девятого класса, несколько уроков в математическом классе, так что не только вам есть что посмотреть. Да, так вот, почему эти записи, что называется разумно делать, и, ребята, почему я так переживаю за все эти шумы и так далее, очень простая ситуация. Я вот сейчас этот кружок сделаю, честное слово, больше я детей проводить не буду, по той простой причине, что его привезти просто физически трудно нарисовать все эти доски. Здесь, благодаря этой замечательной университетской доске, это сделать легко и приятно. В любой школе на классной доске это просто тяжело, потому что, ну как, все картинки одновременно не войдут. Вот, поэтому, понимаете, я вот тогда один раз сделаю, но зато, что называется, надуха. Смотрите, вот здесь вот так, да, 1-3. Это уже доска размером 3 на 7. Я сейчас нарисую, и вы должны делать то же самое, все варианты, где может располагаться клеточка на доске 3 на 7. На самом деле, конечно, если я здесь нарисовал, то здесь уже можно не рисовать, и поэтому вариантов будет 8 штук. Рисую, 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 и вы все правили то же самое. Вам это сделать гораздо быстрее, чем мне, потому что не надо ничего расчерчивать внутри, естественно, а надо просто ручкой обводить конкур. То есть просто обводить по клеточкам, и это гораздо быстрее, чем делать мне. То есть я вам говорил правильно, я вам говорил правильно, а делал все неправильно. А делал все неправильно. Простите меня, пожалуйста. Конечно, находится здесь. Спасибо, что вам понравилось. На этой доске отмечена 1 клеточка. Нужно так отметить часть клеток кружочком, чтобы для любой клетки, кроме той, где стоит звездочка, было бы четное число кружочков. Только какие кружочки вы считаете? Мы считаем клетку саму и ее соседей ходом короля, то есть соседней по диагонали и по стороне. Число 2, 4, 6 – это число 8, число черное. 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее – это число нечетное. Надо для каждой клетки аккуратно проверять. Решайте, надо для каждой клетки посчитать. Для каждой. Да, молодец. Отлично. Смотрите, почему его решение правильно. Здесь у нас будет 1 кружочек. Здесь 2. Здесь тоже 2. Вы, собственно, видите, дальше подробно. 1 число нечетное, 2 число нечетное. Смотрите, что он догадался сделать. То есть здесь 1 соседняя клетка, тут помеченная кружочком. Здесь 2, здесь 2. Для каждой из этих 2 здесь вообще по 4. Оказывается, надо было все кружочек нарисовать. Отлично. Так, давайте я всем объясню, почему это действительно так. Смотрите, вот у этой клетки 0 кружочек соседних, у этой 1, 1 нечетное число, у этой 2, у этой 2, у этой 3, дальше подробно. Давайте, здесь у 4. В центре 1 кружочек, да? 2, нормально. Нормально. Смотрите, что нам нарисовали. Совершенно правильно. Вот, 2 нолика поставил, здесь будет 2 соседа, черное число, здесь 1. Ну и дальше 0. Отлично. Отлично. Смотрите, что мы уже сделали. Вы полностью решили задачу о доске размером 3 на 1 и о доске размером 3 на 3 и доске размером 7 на 1. 3 на 3? А нет, одну не решили. Одну не решили. Молодец, беги. Просто не хватает. Но она не хватила. Поэтому это лучше, чем наоборот. Все, все, садитесь, спасибо. Молодец. Все, все, правильно. Смотрите, до чего она догадалась. Здесь 2 соседа, а здесь 3, нормально. Здесь 2 соседа. Понимаете? Так, все. Теперь полностью сделана эта доска, эта доска и полностью сделана эта доска. Теперь наступает у нас очередь восьми задач. Ребята, давайте сделаем так. Сначала я несколько минут дам вопрос и так рисовать, но боюсь, что это будет делать гораздо труднее. потому что, как только доска становится большой, как, чтобы рассчитать варианты, гораздо труднее становится. У меня есть замечательный способ, которым можно решать задачу для 3 на 7 любую и тем же способом можно будет легко решить задачу для 7 на 7. Общее решение я расскажу чуть-чуть потом. Оно здесь забавное очень, очень симпатичное, но сначала просто так, что называется, своими мозгами сначала попытайтесь ее решить. Дело в том, что рядом с ним не такой с левой и с правой с левой выходит сам. Хорошо. Конечно, владел. Так, все, одну задачу решили. Это сцены там, где написано 2-2. Посмотрите, пожалуйста, 2-2. Просто хватит? Да, давай я. Теперь сделаем. проверяйте, проверяйте. Заметьте, те, кто предлагают какие-то случайно разбившиеся парности, взрывы не правы. Решения у нас все время получались вполне симпатичные. Скорее всего, и дальше так же будет. Нужно правильно. Нет, да, вот как-то и совсем было. поменяйте каждую клетку. на биологическом лектории одна отдельная лекция. То есть, не надо знать ничего перед этим, и после этого подолкаться не будет. Лекция называется происхождение человека. заметьте, что сейчас еще это объявляет, что это спокойно. Как только попы всерьез придут в школу, то провести такую лекцию это будет акт мужества. То есть, сейчас еще, ну, просто, ну, пришла учительница, рассказала там про происхождение человека, да, а как только церковь всерьез окопается в школе, так сама мысль, что там есть происхождение видов и так далее, сразу станет, ну, абсолютно такой, что называется, смелый, запретный, потому что, что называется, за это люди будут страдать. Так что, что используется, пока еще это есть. А вообще, задача происхождения человека, она, естественно, окончательно не решена. Ну, собственно, в науке почти ничего не бывает окончательно решено, и там интересно. Там, действительно, очень даже интересные штуки. Я сейчас расскажу, каким образом можно решить любую из этих задач по индукции. Что это означает? Что, если мне дали какую-то таблицу, то я не буду, что называется, решать эту задачу сразу, а я сначала воспользуюсь, что называется, меньшего размера задачи, потом там, меньшего, меньшего, и таким образом рано и не поздно все сделаю. Давайте я возьму, например, вот эту задачу. Задачу, где у нас написано 2-3. Смотрите, что это такое. Это таблица размером 3 на 7. Я сейчас ее заново нарисую и объясню, как, что называется, медленно получать решение. Во всех остальных случаях работа будет такая же. Имеется, вот представьте себе такая картинка. Вот здесь стоит ледочек. Это, повторяю, ситуация 2-3. В втором полце это в третьей. Смотрите, что я делаю. Я сначала посмотрю на таблицу размером 2 на 3. Эту задачу мы сегодня уже решили? Да. Смотрю, где? Вот. Вот картинка для таблицы 2 на 3. Естественно, нужно ее повернуть, поэтому я рисую нолики вот сюда. Хорошо? видно, что эта звездочка пропадает. Потому что здесь как раз у нас 3, да? Но здесь 2, здесь 4, здесь 4, здесь 2, здесь 2, а вот здесь возникает. Согласны? потому потому здесь только один сосед. Дальше замечательная идея. Смотрите, у нас звездочка перешла сюда, правильно? Звездочка перешла сюда. Так вот, идея такая дальше. я в этом столбике, который имеет размер 1 на 3, добьюсь, чтобы я этой звездочки не стал. То есть, первый этап, я лечил вот это. Следующий этап, я вылечу средний столбик. Это грунин. Вот здесь было показано. Нужно поставить 2 нолика сюда. Отлично. Эта звездочка исчезает, но возникают вот эти 2. Понятно? А дальше и их увеличим. Одну здесь, одну здесь. И заметьте, поскольку мы будем лечить с двух сторон, то все наши решки в центре лечения исчезает. То есть, дальше условно вот так вот рисуем. Абсолютно одинаковым образом с двух сторон вылечим. Чтобы вылечить эту звездочку, как известно, нужно поставить вот так. И ее теперь нет. Чтобы вылечить эту звездочку, надо просто было поставить сюда, но дважды поставить, значит ничего не ставить. Получается, что эту звездочку я тоже вылечу. Господа, у меня получилось решение для задачи про звездочку 2 на 3. Я, разумеется, сейчас это сюда вот перерисую. Пожалуйста, вы себе тоже это сделаете. субтитры. И обратите внимание, что это общий прием, который решает любую из наших этих задач. Я понимаю, что с первого раза это понять тяжело, поэтому давайте давайте я прошу кого-нибудь сделать так. То есть, смотрите, сначала обрабатываем эту часть. Идете сюда, значит, надо сначала добиться, чтобы думала так. Да. Мы берем вот этот вариант. Молодец. Значит, эту звездочку уже стерли. при этом у нас где-то здесь вот в центре возможно появление ну, возможно появление даже нескольких, но в данном случае появляется одна. Рисуем. Неправильно. Здесь две соседки. Здесь, да. Три соседки вот здесь. Молодец. Хорошо. Теперь надо эту звездочку увеличить. совершенно верно. Вот этот вариант. Надо поставить все три нолика. Она исчезает, но возникают две звездочки по бокам. Вот эти вот здесь. Надо их поставить. Да, сюда. Молодец. Отлично. И теперь каждую из них надо вылечить. вот этот вылечим так же, как и вариант анал. Сюда поставим. Молодец. И сотри звездочку. А вот этот мы вылечим тем же способом, только повернут на 180 градусов. То есть надо поставить сюда. Проще говорить, эти надо стереть решнули. Дело в том, что два нолика в одном есть, что ничего. А здесь все три нарисовать. на самом деле вот оно то самое место. Не надо ее совсем убирать. Один два это вот здесь. Мы начали с того, что звездочек было здесь. Правильно? Спасибо. Проверяем. У этих соседов шесть штук, у этих соседов три штуки, у этих соседов шесть штук. Отлично. Каждый пытается в своей тетради прокрутить вот это рассуждение. Я стараюсь более-менее случайно людей вытащить в доске. И мы вместе в пледу например вполне нормально. О, кстати, у него хороший пус. Дело в том, что здесь заметьте левая половина и правая половина пустые, поэтому здесь первый этап вообще не нужен. Да, Как лечить эту звездочку? Ну, надо посмотреть там слева, когда одна звездочка найти эту картинку. Нет и здесь. Чуть дальше. Дальше. И не здесь. Конечно, вот это, да. Вот он столбик. Центральный столбик из трех клеток. Нет. Центральный столбик. он центральный. Здесь три, здесь три. Вставишь сюда нолики и стираешь эту звездочку нолики. Десятой я выхожу на душе. Я потом все думаю. Рисуешь сюда тоже нолики. Нолики. Все, молодец. Теперь наведем на звездочки. Те у нас возникают благодаря этим трех. Ну, надо просто посчитать у каких клеток нечетное число. Нет и здесь. У этих как раз полу за себе. Конечно, надо в эти листаны рисовать позже быстрее. отлично, да, что-то бесконечно. Так, теперь каждую из них надо выучить. Нет и здесь. Вспоминайте. найдите мне ситуацию доска три на три, звездочка стоит не в углу и не в центре, а на середине стороны. Так, увидел? Увидел, идешь сюда и тем способом лечишь вот эту звездочку. Куда надо нолики написать? Вот сюда вот шеще туда. вылечим отлично. Звездочку стираем и эту надо логично вылечить. Спасибо. Все сделали. Все, все, работа сделать полностью. Вот это была первоначальная звездочка у вас здесь и мы эту задачу решили. Сначала лечим надо с те три на три. Надо с те три на три. У нас картинка уже есть. Пожалуйста, нарисуйте. Эти именно нолики. Так, молодец. Стираем эту звездочку, но зато рисуем появившуюся что называется лишнюю. Где лишняя возник? в центральном столбике. Совершенно верно. Покажите ее, пожалуйста. Звездочку сюда поставьте. Отлично. Теперь надо ее вымечить. Для этого посмотрите вот сюда. Так, сотрите до конца, до конца. Молодец. Какие звездочки что называется наведенные перевелись? Правильно, молодец. здесь и здесь. Здесь и здесь. Замечательно. Теперь надо каждую из них исправить. Эту звездочку мы исправлять уже умеем. Вот он. Молодец. Да. И стираю эту звездочку. Правильно? Да, как теперь как справить эту звездочку? На самом деле надо вот эти четыре ноги. А для этого надо это убрать. Правильно? Вот где-то сюда не встать, потому что два раза то, что там чуть-чуть. А вот сюда поставить. Очень хорошо. Так. Ну и теперь чтобы не забыть восстановить вот сюда звездочку. Это наша исходная. Когда вы ее вылечите, это что называется будет без последствий. Надо скедрить на три. Подойдите, пожалуйста. Подойдите и посмотрите. Молодец. Вот на нет. Чтобы вглубь было. Один три. Все. Да, молодец. Так сделайте там так же. Совершенно верно. верно. Так вот нижняя картинка там две два. Кстати тоже очень легко. Тоже без всяких последствий операции. То есть делаешь раз и все получается. Даже непонятно что вы так долго получили. Посмотри носка три на три с клеткой выберите пожалуйста. Выберите пожалуйста здесь это легко. Надо увидеть. Скажи бальзи. Конечно. Осталось это изобразить здесь. Огромное спасибо. Так заметьте здесь надо начинать лечение сразу с центрального столбика стереть эту звездочку но возникли звездочки какие таз таз нет здесь здесь как раз две сцены вот здесь так все молодец справился звездочки звездочки убираем а то и не стандарм вы начали спросить уходи так обратите внимание дровкая часть работы на этом закончена заметьте тема сегодняшнего занятия на самом деле тематическая индукция то есть мы учимся решать задачу на большей доске при помощи меньшим так молодец эту звездочку стираем теперь смотрим где в центре возникли наведенные звездочки на самом деле она возникла в одном единственном месте в одном единственном месте звездочки нет здесь нет в центральном столбце и в ней вторая клетка на какой полоске была вторая клетка нет не вторая здесь четвертая вторая здесь отлично теперь проставьте соответствующие ноли что вот да правильно дорисовал да теперь где возникли наведенные звездочки тут нет тут и тут потому что тут как раз нормально что она была нет не здесь а вот здесь потому что теперь здесь ничего началось у нас а теперь эти две звездочки надо вывести надо брать не 3 на 3 а надо опять брать 3 на 7 теперь у нас смотрите возникла звездочка в этой полоске 3 на 7 и звездочка в этой сначала давайте в этом вспомните, где на доске 3 на 7 была и в какой высоте здесь звездочка тут отлично значит, надо такую штуку туда нарисовать ребята, все следим надо добиться, чтобы вы лично могли это сделать не переписать решение так, молодец а теперь аналогичную надо сделать с этой стороны правильно, только не это, а вот это но что вы будете рисовать, это вот здесь вот эти 4, эти 4 соответственно, вот эти норики надо убрать да, молодец а здесь вот нарисовать понимаете? так так все стоп и у нас вот получились а нет, нет, вот эту как раз мы убрали вот эти норики, да а вот здесь она возникла, восстановилась так, ставьте звездочку поставьте, нормально берешь 3 на 7, все стандартно смотришь туда, ищешь такую табличку 3 на 7 да, молодец вы показали вот эту картинку, зачем мы там не нарисовали да, отлично это звездочка, время не исчезло но возникло лишнее вот здесь, согласны? отлично, вот давайте ищем и отбирайте так, теперь ее надо нет, нет, не отбирайте конечно когда мы считаем, не обрабатываем, где, куда, где вот звездочек рядышком становится, правильно, две звездочки ставят, туда и туда, да не, нет, не сюда, здесь два, нет, не сюда благодаря тому, что мы сейчас делаем, звездочка возникла здесь и здесь каждую из них уничтожили, надо уметь уничтожить опять надо вспомнить, откуда это было как вылечить эту звездочку на этой таблице 3 на 7 так, неверно надо посмотреть сюда надо посмотреть сюда она уничтожает вот этими четырьмя отлично перед подводным итогом, значит, этих звездочек не стало но, естественно, это восстановим ставь сюда, давайте, рисуйте ее вот, отлично, спасибо вам, мы все сделаем очень хорошо, зовите просто даже не дошло до центрального столба просто четыре поставил и все очень хорошо идем теперь сюда не надо, не надо тихать смотреть пойдемте там смотрите таблицу быстрее она нужна таблице 2 и плюс да, совершенно верно а не, 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 все, я не хочу посмотрите 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 было у вас здесь фактическая полоса это должно быть на самом деле 3 и 2 посмотрите, как она выглядит она что-то с центральной строчки да, правильно здесь рисуйте покажите покажите всем соответствующее место для доски 7 на 2 вы просто доведите билом покажите третья клеточка на доске с 7 клеток с 7 клеток 7 на 1 левее третья клетка правильно нет, не верну не согласен вы не, вы не понял вы не то показываете вот она за близость приносила надо убрать эту звездочку как? быстрее И вместе, как вы? Три-два. Три-два. Не то. Вы не видите. Это так лица? Это так лица? Сюда норите. Отлично. Это звездочки исчезли. Теперь надо истребить вот эту звездочку. Тем же способом. Только симметрично. Симметрично. Эти надо нарисовать сюда. Эти все у нас просто убираются. Это правильно. И соответственно звездочки восстанавливаются здесь. Звездочка. Посмотрите, как рисуется звездочка. Так. Ну что, решили. Отлично. Вымиряйте по вкусу. Два-четыре. И не сгораживайте с собой нос. Правильно. Правильно. Четыре-два. Да, молодец. Отлично. Эти звездочки уже, так сказать. Теперь надо, чтобы вот эту. Отлично. Потому что у нас наведенная звездочка только в одном месте. Так. Эту звездочку убираем с помощью блоков 7 на 1. Да. Ищем. Где была центральная звездочка 7 на 1. Правильно. Молодец. Так. 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 Отлично. Молодец. Так. И теперь, да, убирается. И теперь надо симметричные вот эти все здесь поубирать. То есть вот эти четыре убрать, эти два убрать, вот эти четыре убрать. Совсем убрать. И аккуратно сотрите. И ровно эти способы. Ребята, сейчас я понимаю, что мы сейчас с дво уже ходим. Просто, я как раз, вы верите. Это самое. С надеждой, чтобы кто-нибудь переделал. Так. Как вы картинки. Отлично. Берем три на семь. Да. И ищем. Доску, которая будет именно такая. Я считаю, что эта доска 2.2. Ну, не вы считаете. Так оно и есть, конечно. Так оно и есть. А теперь надо 0.2. Я тут повернув ее. Понимаете, да? Вот вам нужна. Она... Ну, это твоё? Нет. Нет. Вы не сумели повернуть. Давайте еще раз. У нас есть такая вертикальная полоска. А здесь полоска нарисована горизонтально. Поверните вы ее, пожалуйста, на 90 градусов. Вы неправильно поверачиваете? Подойдите туда. Посмотрите. И подумайте, что бывает, когда повернувшим. Намеку казалось бы, простая вещь. А многие люди с трудом делают. Да, да, молодец. Нет. У нас полоса, повторяю, вертикальная, 3 на 7. Еще раз подойдите, пожалуйста, сюда. Мысль на представьте себе вот эту штуку и поверните ее на 90 градусов. Это проще простого упражнения. Многие так до конца жизни это не умеют делать. Да? То есть вот, видите, многие взрослых спроси, а они на самом деле это делать не умеют. Так, ну, дальше вам роста не хватает, поэтому давайте я. И дальше надо вот здесь. Правильно? Так, все. Эта звездочка не хватает или нет? Где возникает наведенная звездочка? Вот. Ее надо увеличить. Давайте, покажите ей. Нет звездочка, не так. Уже мы не слышали, что мы обсуждали, что мы будем рисовать звездочку такую? Вот смотрите опять, человек сидит на месте, да, на занятии. Но вот этот фильтр, да, этот вырабатывается годами, когда ходит в школу, ходит в школу, ходит в школу и привыкает, что все, что говорят взрослые, это чушь. А когда человек такую установку создал, то через это пробиться очень трудно. Потому что сколько ее научи от этого, понимаете, чем нападение мощнее, тем крепче обороны. Будет сопротивляться до последнего, лишь бы ничего не научиться. Да, конечно, конечно. Подойдите и посмотрите. Так. Да, да, да. Дальше, смотрите. Здесь, правильно? Здесь и здесь. Отлично. Давайте покажите, где наведенная клетка. Подойдите картинку. Следующая звездочка появляется вот здесь. Да, и слева тоже. На самом деле, благодаря тому, что мы нарисовали в центре, возникают, вот этот мы их победили, а возникают вот здесь две, еще сюда. Так, отлично. И теперь эти две надо победить. Рисуйте. Как их мы будем править? Да, да. Вот это звездочка. Это решение... Которое право? Да. Да, да. Скажите. Расходи туда, посмотри. Надо победить в поклее. Этой звезды. Да. Так, и там где-то, где-то, где-то. Для этой звездочки будут, где-то, 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 где-то. А теперь, нужно для этой сердечной свереть. И у нас восстановилось. На самом деле, эти мы только что победили. Сюда поставьте звездочку. Спасибо за эти. Здесь у нас таблица 3 на 7. Пожалуйста, найдите соответствующее решение. И скажите мне, куда что рисовать. Подойдите к этой табличке. Табличка 3 на 7 и в углу клетка. Молодец. Замечательно. Теперь команда. Что я сейчас должен делать? Скажите хотя бы несколько цветов, которые нужно поставить. Да. Правильно. Еще. Отлично. Еще. Вы только что позаботились. Да, молодец. Надо понять, что вот эти звездочки вы как-то не позаботились. Но зато сюда вышло. Рисуйте здесь звездочку. И найдите табличку размером 1 на 7. Найдите табличку размером 1 на 8. Это самая первая таблица. Отлично. Ты видишь? Дойди туда. Посмотри. Дойди туда. Да. Посмотри вот сюда. Вот она, табличка. Запомни, сколько здесь 0. И теперь команда там. Куда надо писать номер? Первый. Я пойду подпишать. Сюда. Молодец. Да. А еще. Через одну клетку 2 и через одну клетку 2. Отлично. Этой звездочки теперь нет. Какие возникли наведенные звездочки? Да, и? И. И. С. Вот сюда. Неправда. Угу. 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 Благодаря тому, что мы нарисовали вот эти вот 5 ноликов. Да. Показывайте. Вот сюда. Нет. Совершенно верно. Т.е. Одну звездочку показали, а симметричную показали. Теперь. Следующий шаг нашей конструкции. Мы должны вот на этой доске эту звездочку истребить. Это 10 на 7 на 3, 1 на 3. Нет, 7 на 3. Да. И. Да. Правильно. Ну давайте говорите, куда рисовать. Внизу ты можно рисовать, у вас тут хватит просто. Да, молодец. Правильно. Да. А дальше я. Да. Отлично. Дальше. Из-за того, что мы вот это нарисовали, уничтожили эту хвёдочку. А сейчас надо так же для этого. Что значит так же? Значит надо симметрично вот эти штуки нарисовать здесь. Вот эти две откладываем симметрично. Сюда откладываем, а этот ноль убираем. То же самое симметрично откладываем две. Вот это убираем, а этот ноль нарисуем. Здесь вот эти когда откладываем, эти убираем, эти нарисуем. Поняла? Спасибо за внимание. Нет, нет. То, что вы понимаете, я уже понимаю. Отлично. Тогда смотрите. Вот она, 3 на 7. Ищите, где есть. Где такая штука. Покажите пальцы. Вот здесь, да? Правильно. Что вы должны сейчас сделать? Вы должны вот это повернуть вот так. То есть сделайте, нарисуйте. Ой, слушайте, здорово. Заметьте, здесь ничего, что называется... Здесь ничего у нас в центральный столбик не прорывается, поэтому, собственно, ничего больше не надо. Правильно? Да. Так, ну что? У нас осталась одна картинка, правильно? Да. Так, так, давайте. Берем, берем вот эту, 3 на 7, правильно? Ищите. Ищите. Правильно. Так. Нарисовали. Значит, об этой звездочке мы поговорим пока. А? Сюда звездочка перешла. Да. Как ее? Ищите. 7 на... Центральная. Центральная. Молодец. Да. Что я должен сделать? Я должен это отрести в лужок и здесь нарисовать лужки. Сделал. Дальше. Исчезает. Рядом и здесь рядом. Правильно? Сюда. Да. Отлично. Как ее уничтожить здесь? Тем же самым, да? Отлично. Рисую сюда, рисую сюда. Рисую сюда и отлично. И исчезла. Дальше. И симметрично дальше, да? Да. То есть, что она симметричная. Сюда и эту убираю. Сюда и эту убираю. Сюда и эту убираю. Продолжение следует...